всем привет сегодня я расскажу как я буду пересаживать клубниевые бегонии несколько лет назад я уже выращивала такие бегонии но потом как-то благополучно о них забыла и в этом году они мне снова попались на глаза я решила снова их выращивать значит я купила клубни ампельной бегонии вот такой вот сейчас я покажу значит розовая желтая белая и красная ампельные бегонии и купила несколько два клубенька кустовой бегонии вот такие вот вот эти я покупала клубни фикс прайсе цена у них достаточно недорогая я выбрала самые жизнеспособные клубеньки и решила попробовать обычная фикс прайсе семенной материал никакой не покупаем значит что я делала принесла я клубеньки домой посмотрела их хорошо чтобы не было каких-то сильно загнивших участков если где-то что-то было подозрительное я замазала зеленкой вот здесь вот не знаю видно нет зеленкой почистила и подмазала взяла емкость не вот такую небольшую емкость не глубокую глубокую емкость для проращивания клубней брать не надо взяла торф пролила его не сильно пролила чтобы он был ну чуть влажный и поместила туда клубни поставила на стеллаж который около окна не на окно на стеллаж и под лампу течение месяца они дали вот такие вот ростки вот росточки довольно такие уже крепенькие один клубенек сидит чуть-чуть подольше но он уже достаточно нарастил корней и поэтому я его тоже пересажу значит вот два клубенька у меня даже три корешков они еще совсем не дали вот они недавно посажены вот такие вот хорошие крепенькие клубенечки корней еще как я уже сказала нет поэтому мы пока их отставим в сторонку и займемся вот этими значит вот эти вот два клубня это кустовая бегония вот эти четыре это ампельная бегония что нам понадобится нам понадобится грунт легкий желательно торф я взяла торф хорошо его так смочила он такой сыроватый и перлит добавила дела горшочки вот такие небольшие они примерно на 300 миллилитров подписала значит я каждый горшочек где кустовая там буква к где ампельная буква а как таковых названий у клубни нет чтобы конкретно как это было название сорта ну да ладно мнению не особо это важно так что мы будем сейчас делать нам нужно потеряла так значит я взяла горшочки кустовая значит мы будем сейчас пересаживать кустовую бегонию клубеньки уже нарастили довольно такие хорошие корни далее хорошие вот они уже между собой даже там корни сплюлись чуть пораньше надо было мне их пересадить аккуратно вынимаем конечно не выдираем вот смотрите вот такие вот уже корешки есть вот такие хорошие хорошие такие жирненькие беленькие торф мы стряхивать не будем так вот полностью горшочек грунта мы не заполняем потому что в данный момент когда мы сейчас будем пересаживать мы не будем полностью засыпать весь клубенек до половинки мы засыпаем его только до половинки поэтому потом когда мы его будем уже подсыпать нам нужно чтобы здесь было расстояние делаем небольшой грунт мы не утрамбовываем вот я как его взяла торф намоченный посыпала положила и все помещаем вот так вот тихонечко чуть-чуть придавливая и сейчас присыплем просто горшочек берем мы чуть побольше видите самого клубня чтобы 10 было расстояние мы сюда будем поливать вот в это расстояние вот сюда на сам клубень мы не будем ничего лить клубни в бегоне они очень склонны к загниванию поэтому при выращивании бегонии я пользуюсь таким достаточно бедным грунтом это торф с перлитом и чуть-чуть подмешивая к нему плодородный грунт потому что чем больше органики в грунте тем ну больше риск за загнивание клубеньков и значит тихонечко подсыпаю вот так вот отсыпаем не изолампы не видно что я делаю но постараюсь что-нибудь сделать тоже сильно не утрамбовываем просто грунт у меня очень такой сырой торф поэтому проливать я не буду если вы берете сухой грунт конечно же его нужно пролить перед тем как поместить туда клубеньки так ну вот я думаю этого будет сейчас пока достаточно вот так вот так берем следующий клубенек вот они уже так хорошо прям между собой сцепились вот смотрите они уже корешками срослись нам их сейчас надо даже как-то достаточно постараться аккуратно бегония ну дама такая капризная вот какие корешки у нас этот грунт я не стряхиваю значит делаем чуть-чуть углубление и помещаем горшочек точно также вот эти корешки присыпаем не утрамбовываем грунт потому что потом при дальнейшем поливе он сам утрамбуется бегония принципе она любит рыхлый легкий грунт чтобы корешкам хорошо дышалась так готова вот две наши бегоньки переехали новые горшочки так вот получилось еще хочу поговорить на тему того как проращивать клубни вот я вам показала свои которые я купила недавно вот видите у них вот только-только появляются корешки вот только маленькие маленькие они но раз точки уже есть вот на одном клубне из четырех на одном появляется вот здесь раз точек маленькая точечка такая но корешков еще тоже нет они у меня еще посидят пока не нарастят хорошие корешки вот как здесь видно у меня вот в этих емкостях в этой и в этой емкости видно что они у меня проращиваются без накрытия пленки пленкой какой-то крышкой объясню почему я этого не делаю хотя у многих блогеров я видела такую методику они значит сажают берут причем грунт хорошо заправленной такой органикой берут грунт сажают проливают клубеньки и накрывают крышкой убирают прохладное место так вот когда вы покупаете клубенек вот он вроде свет с виду он хороший клубенек он достаточно твердый вроде бы без повреждений но мы можем не заметить эти повреждения на клубне на них может быть гниль вот под этой корочкой может быть могут быть гнилые участки и мы их можем не заметить особенно кто первый раз только этим занимается и когда мы сажаем еще в органический такой грунт закрываем это все еще создаем влажную среду на существует большой риск загнивание этих клубеньков и причем мы можем сразу не увидеть что он гниет он может гнить внутри вот под этой коричневой оболочкой и когда он уже мы можем заметить последствия этого гниения может быть поздно клубенек придется выбросить и поэтому я никогда не закрываю их не пленкой не крышкой потому что я вообще не считаю но что бегонии это нужно не считая клубенек прекрасно просыпается без этого обеспечить просто ему температурный режим влажность грунта влажность именно грунта и при этом мы не утрамбовываем туда сами вот эти вот клубеньки они лежат как бы на поверхности чуть-чуть вот ямочку я вот такую сделала ямку положила чуть-чуть прижала все я их не опрыскиваю грунт я очень редко поливая если поливая то поливая только вот так вот тихонько по краю в общем дальше я займусь пересадкой своих клубней буду делать все точно так же как я вам показала на этом я хочу с вами попрощаться смотрите мои видео ставьте лайки задавайте мне вопросы пишите свои комментарии всем пока спасибо